14 сезон во всероссийской хоккейной лиге для Рубина начался необычно. Тюменский клуб впервые не смог завершить ни одного матча домашней серии в основное время. Апогеем стал поединок сибиряков с Курганским Зауралием, игрой которого, по иронии судьбы, руководит экс-рулевой Рубина Михаил Звягин. Он известен своим пристрастием к победам с разницей в один гол. На этот раз Звягин обыграл свою бывшую команду по булитам 3-2. Чем это поражение было особенно обидным? Соперника по многолетнему дерби игроки Рубина превзошли по основным статистическим показателям. Ну, уровень игры совершенно другой. Сегодня видно, что встретили, на самом деле, очень сильные команды и были, ну, оба достойны, как бы, победы. Но «Дьявол», как известно, кроется в деталях. Они в итоге и предопределили, как минимум, ничейный результат после трех периодов и овертайма. По блокированным броскам и перехватам гости Рубин превзошли. «Сказалось, что как бы в одном темпе все. И с первых смен мы начали владеть инициативой в матче. Маленько где-то на своих ошибках пропустили гол первый. Чуть неправильно позиционно сыграли. А так, ну, по моему мнению, что мы целый матч ровно играли». «Не то, что соперник нас вынудил совершить этой ошибки, сколько мы сами, наверное, их допустили. Они из такого, наверное, необязательных, из разряда необязательных. Поэтому надо немножко над этим подумать, поработать». За два дня до матча с Зауральем Рубин обыграл по булитам горняк у ГМК из Верхней Пышмы. 2-1. Вроде бы хэппи-энд, если не приглядываться к статистическим деталям. А в них кюменцы также уступили сопернику. Чаще теряли шайбу, совершили меньше отборов и перехватов. «Все матчи тяжелые. И что, первый матч у нас пока легко не дается. Так что играем, боремся, работаем над своими ошибками. Все команды очень хорошие. Совсем тяжело». «Семь баллов поставил. Почему? Потому что все равно присутствуют новые игроки. Сейчас идет сыгранность и показывают результат, конечно. «Ну, я с этой оценкой соглашусь. Семь из десяти. Шесть очков взяли в этой серии. Но хотелось бы, конечно, все восемь. Хотя бы сегодня нужно было обязательно выигрывать принципиальный матч. Следующую серию домашних матчей Рубин проведет с 30 сентября по 6 октября с клубами из Тамбова, Саратова, Воронежа и Ростова-на-Дону. Смогут ли тюменские зрители разойтись по домам сразу после завершения основного времени в этих встречах? Узнаем.